Всем привет! Это новый эпизод Моделей Дневников. Сегодня первый декабрьский выпуск. И сегодня, мне кажется, ваш самый долгожданный гость. Даже так? Да! Все мне уже писали о том, Катя, приведи нам парня в студию. А вот оно что! Вот Дмитрий Жуков, модель, стилист. И я думаю, что парням сегодняшний выпуск будет вообще очень полезен. Особенно интересен, это точно. Особенно интересен. Так что сразу переходим к делу. Конечно, давай. Когда прозвенел самый первый звоночек, когда ты понял, что тебе хочется заниматься в этой отрасли? Ох, ничего себе. Ну, да, наверное, это было очень-очень давно. Мне было 4 года. И знаете, как все дети, наверное, у меня были какие-то истерики, скандалы, интриги, расследования. И мои родители никак не могли меня успокоить. В основном этим мама занималась, конечно, как это принято. И она просто судорожно начала клацать телек, наверное, искать какой-то мультик, чтобы меня успокоить. Нашла его все-таки. И он меня не успокоил. Она продолжила клацать-клацать телек. И доклацала все-таки до Fashion TV. Может быть, помните? Такой олдскульный канал. Учута моя истерика прекратилась как раз. И я просто как завороженный прям сел на пол и начал смотреть с пола вот так вот вверх этот показ. И сразу забыл вообще, что мне было нужно. Ну, и после этого мама прохалывала фишку. И она мне включала каждый день показы. И я завороженно следил за ней. Наверное, с этого началась моя первая детская мечта, если так можно сказать. И со временем, когда мне было лет 6, я попросил маму научить меня дефилировать. Потому что тогда еще не было такого понятия топ-модель, особенно у нас, знаешь. Моя мама, так как она очень мечтала быть актрисой в свое время, она там бегала в студенческие годы в общагу к актрисам. Потому что и запретил дедушкой ей стать. Поэтому она так подпольно это получилось. И она как раз умела хорошо на тот момент и дефилировать, и позировать. Потому что, ну, если вспомните там немножечко истории Советского Союза, то на тот момент не было понятия модель в Советском Союзе. Ну, максимум, манекенщица. Хотя это такое устаревшее уже слово. И вот она меня научила как могла, и с того все началось. Сложно ли, в принципе, тогда, это понятно, что тогда вообще нереально было выбиться как модель, особенно парню. Как сейчас с этим обстоят дела в наших странах, в СНГ, скажем так? Ну, хочу сказать, что, на мой взгляд, присутствует такая нотка дискриминации парней в модельном бизнесе. Потому что, ну, как-то до сих пор у нас и общественное есть давление, да, что это не мужская работа, что парень не может быть, ты иди военным, полицейским, врачом, педагогом, куда ты там еще можешь идти. Главное, не в модели, не в художнике, не в фотографах. Это все женское дело. Поэтому тут еще, знаешь, такой есть фактор, что на тебя общество давит именно. Но, с другой стороны, когда я начал пробовать эти свои какие-то первые шаги модельные предпринимать, я, во-первых, увидел, что, конечно же, парней меньше гораздо. Причем, я бы сказал, моментами даже неоправданно меньше. То есть, реально, один парень там на 30 девушек, ну, это плюс-минус, да. Я там статистику не веду, конечно. Хотя, на мой взгляд, сейчас уже мир более гибкий. Уже в 20-м году, я имею в виду, не тогда, когда я начинал. И сейчас парни-модели все-таки уже более востребованы, потому что я помню, когда я начинал... Ну, сколько лет назад? Это, ну, чуть больше 6 лет назад. Да, я просто тоже вот веду как раз в голове воспоминания. Где-то 7-8 лет назад, когда я начинал, у нас вообще не было даже в агентстве, у меня одного парня. И не было, ну, буквально, и там 2-3 человека, и их хватало с головой на все модели работы. А сейчас, когда вот я даже преподаю модельный бизнес в школе, в каждой группе, ну, 5-6 парней есть. Это точно. И это очень заметно разница. И это круто, на самом деле. Правда, я очень радуюсь, как и представитель межского пола. Конечно, мне приятно, что мы востребованы. Просто на тот момент даже Тайра Бэнкс, это прям мой вообще супер-пупер гид в фэшн-мире, как с нее все началось тоже во многом. Она даже в своих передачах, если вы не посмотрели Американских стук-модул до сих пор, обязательно посмотрите все сезоны. Особенно с мужчинами. Да смотрите наше видео, закройте и откройте. 100%. Вот. И она там даже в первом сезоне мужском, я помню, сказала такую вещь, она меня очень обидела, правда. Типа, мужчины на съемках, это всего лишь аксессуары. Это то же самое, что взять сумочку и добавить к образу. То есть это на тот момент было вот так. И это было всего 6 лет назад, не так уж давно. Сейчас уже мужчины перестают быть аксессуарами, слава богу. Мы уже личности в этом мире. Я имею в виду в модельном мире, да, и в мире мод в целом. И мы тоже можем нести какой-то свой месседж. Сейчас, слава богу, что мир подвинулся, приближается к тому, что сейчас очень важна сила личности. Мне кажется, это наше поколение движет этим. Толерантность, никто не забывает это слово, пожалуйста. Это точно. Сегодня будет высокосоциальная тема, но это правда надо, чтобы вы услышали и все, кто смотрит это, видите. Да, это правда. Какими качествами внутренне и внешне должен обладать парень, чтобы добиться успеха вот сейчас на 2020? Окей. Ну, наверное, самое первое, это вот я уже кратко проговорил, это сила личности. Это, блин, харизма. То есть, мне кажется, даже все равно, какие параметры, ну, как, в каком-то смысле они, конечно, важны, да, там какой-то, ну, рост не ниже, там, метра восьмидесяти, условно говоря, это все понятно, вот эта вся движуха, но, конечно же... Парни не сильно цепляются к параметрам. Ну, относительно, да. Ну, есть такое, потому что даже когда вот мы заходили на models.com, у них есть рост, агенции, с которыми они работают, парни, их портфолио, но параметров у них нет. То есть, чаще всего, наоборот, смотрят просто вот телосложение, чтобы был встроенный, подтянутый, ну вот. Вот, вот, собственно, вам и все параметры. Да, вот. Или есть-то что-то такое? Ну, чуть-чуть есть, но это сейчас чуть-чуть позже расскажу. Ну, вот насчет личности просто хочу донести, потому что безобидно сейчас парни, которые это смотрят, но очень многие парни-модели деревянные очень сильно. Согласна. Скованные, зажатые, боитесь жестикулировать, боитесь... Потому что, мне кажется, они хотят, но при этом боятся, что скажут люди. Осудят, осудят, да, они так больно. Да, мне не чужо им. Очень стереотипная эта профессия, я вас прекрасно понимаю. Вот я даже, несмотря на то, что сейчас у меня основная деятельность – это стилистика, я буквально прихожу, знакомлюсь с людьми, говорю, что я стилист. Обо мне уже просто масса стереотипов, которые, половина из них неправдивые. И я вас прекрасно понимаю, да, что модельным парням действительно сложно в этом плане. Но тут нужно очень важный момент. Да, тут нужно наплевать на всех мнениях. Потому что, действительно, знаете, вот у нас, это, наверное, наше какое-то украинское, даже СНГ-шное, я бы сказал. Мы хотим быть для всех хорошими. Да. Мы хотим всем нравиться. Не надо, перестаньте. Тут нужно быть собой, нужно осознать свою самобытность, нужно осознать свою уникальность. Эта уникальность двигать в массы. Вот, например, если взять мой конкретный случай, да, как парня-модели, я не боюсь своей женственности. То есть, в какой-то степени, да, я вижу, что я чуть-чуть манернее, чем большинство парней. Но это-то инзюминка. Я, когда увидела Диму в сторис у моей подруги Маши стилиста, я вообще, я даже секунды не раздумываясь, раз говорю, Маша, мне нужен этот человек. Потому что я уверена в том, что он расскажет и поделится, потому что я вижу, что насколько креативный человек, насколько творческий. То есть, это видно сразу. И если бы Дима вот это все закрывал и как-то сковывал, возможно, мы бы сегодня его не увидели. И вообще нигде бы никогда и не увидели, понимаете, в чем дело. Да, спасибо, мне бы очень приятно, конечно. Я даже не комплименты. Вот, но правда, просто перестаньте бояться себя. Если вы более агрессивный, окей, будьте агрессивным в том русле, чтобы не мешать другим людям. Творчество. Да, если вы там суперспортсмен, окей, берите своим телом. Если вы манерный, окей, значит, ну, это ваш типаж. Просто тут важно, даже вот мы ко второму пункту подвигаемся, нужно знать идеально, идеально свой типаж. Потому что у нас многие парни, ну, типа, знаешь, какие-то... А, ок, ну сейчас я руку в карман засуну в джинсы. И типа, все же парни так позируют. Ну, наверное, это будет классно. То есть вот такое позирование, оно не всем вам подходит, вы должны это понимать. И здесь нужно работать, во-первых, слушать своих преподавателей. Обязательно в школе модели, они тут не просто так, поверьте. Для красоты. Да, да. А во-вторых, как ни странно, возможно, это будет чуть-чуть само-пиар, но нужно общаться со стилистами. Я согласна. У нас стилистов очень недооценивают. Я даже... Это не брать вообще-то стилист парень или стилист девушка. В общем, профессию очень недооценивают. Столько новых всяких фишек происходит каждый день. За ними невозможно уследить, если вы этим профессионально не занимаетесь. То есть, если вы модель, вы знаете там известных моделей, вы знаете основы дефилея, фотопозы. Это хорошо. Фотограф знает с точки зрения кадра, как это все будет смотреться. И как бы модель в этом менее профессиональная. А стилистика, это вообще, это подбор... Это цветотипы, это сочетание несочетаемого. Ну, если вы не стилист, кстати, будет очень сложно справиться. Это правда, потому что мой опыт показывает, что люди не понимают своих пропорций. То есть, вы смотрите в зеркало, да? Я красавчик. Да, и вам кажется из серии... Ой, ну я вот заправил белую футболку в синие джинсы. Ну, наверное, мои ноги длиннее таким образом, да? А теперь, ну-ка, яркие кроссы. Ну, то есть... А то, что... А вы не задумывайтесь, вы просто этого не видите, что этими яркими кроссами вы укорачиваете себе ноги. Заправляя эту футболку, ваш верх становится чересчур массивным. Ну, у некоторых, не у всех. Там, например... А в бедрах вы становитесь чересчур узкими. То есть, вы этого не понимаете и не видите. Новый типаж я имею в виду не только там пропорции, там, цветотипы и так далее. Я имею в виду еще и куда применить ваш характер. На какого персонажа вы больше всего похожи. И какие съемки принесут вам больше гонораров, лучше портфолио сделают вам. И благодаря чему вас найдут самые лучшие модельные агентства, самые лучшие модельные директора. Мне кажется, что на начальных каких-то этапах можно зайти даже на тот же Models.com. Там есть список всех известных супер и моделей девушек, и парней отдельно есть. И просто посмотреть, если вы не можете понять, какой у вас типаж, посмотреть на парней. Примерно хотя бы прикинуть, на кого вы там можете быть похожи. Посмотреть их буквы, их страницы в Инстаграм. В каких образах они круто смотрятся, может быть, что-то перенять на себя. То есть это не копирование, вы просто смотрите на смотренность. Да, на смотренность, 100%. То есть вы должны посмотреть на то, как человек преображается и как вы в этих образах будете преображаться. Возможно, тогда у вас появится какой-то свой уникальный стиль. И вы найдете свой стержень творческий внутри. Да, согласен. Вот как раз ты хорошо подвела третьему пункту, это на смотренность. Действительно, я считаю, модель просто не может себя называть моделью, если она или он, неважно, каждый день не просматривает хотя бы одну фотосессию в формате фэшн-съемки и не отрабатывает эти позы перед зеркалом дома. Даже если это абсолютно не ваш типаж, не ваша история, вы хотя бы чисто как профессионал должны уметь продумывать это все и должны разбираться в разных стилях позирования. Сейчас телеграм-каналов очень много есть с разными съемками профессиональных фотографов. Потому что вы должны знать имена не только классных моделей, но еще кто их фотографирует. Потому что известные фотографы, они делают как раз-таки просто самые бомбезные кадры. И, возможно, вам нравится один и тот же фотограф. Возможно. Вы смотрите кадры, думаете, блин, это классно. Потом через время посмотрели другую съемку, о, это тоже круто. А потом оказывается, что это вообще работа одного фотографа. Да, если как бы подытожить, да, скажем так. Первая личность. Это вообще выше всего. Это 100% нужно уметь показывать себя. Второе. Это типаж. Знание своих банальных параметров, грубо говоря, да. Это третья насмотренность. И уже где-то там четвертое. Это там сколько у вас рост, какой у вас вес и вообще какой фактуры ваше лицо. Честно. Ну, сейчас очень важна личность. Посмотрите Кампейн Гучи. Вы просто видели этих моделей. Ну, реально, посмотрите, если не видели. Это жесть. Ну, не то, что в плане это плохо, а в плане это что-то новое. И мир двигается к этому. Сейчас в моде странность. Сейчас в моде типаж, харизма. Просто есть, мне кажется, моделинг делится на две части. Это коммерческий и есть прям хай-фэшн. Ну, да. Потому что если хай-фэшн, это вы как раз показы, это странные типажи, это у каждого должна быть своя изюминка, это вы не вписываетесь в стандарты общества, то коммерческий типаж это все, что вы видите вот на всех вывесках вокруг. Да, то есть это приятные лица и для модельной сферы они красивые, и для обычных людей они тоже открывают и говорят, о, какая красивая девочка или какой красивый парень. Тогда мы переходим к твоей профессии, стилистика. Для парней, есть ли какие-то фишки для их базового гардероба? Ну, честно говоря, я, наверное, не открою вам Америку. Самое лучшее вложение это вложение в базовый гардероб. Да, 100%. Это у вас должны, ну, опять-таки, тут зависит от ваших пропорций, но у парней меньше разновидности типов фигур, чем у девушек, да. Поэтому тут, наверное, будут самые такие базовые советы. Это 100% должны быть черные джинсы и синие джинсы прямого кроя. И также у скачи, да, несмотря на, ну, скини. Несмотря на то, что они сейчас не актуальны, и об этом величит каждый второй стилист, моментами на некоторых показах вам нужно показать полностью свое тело, да. Поэтому для того, чтобы это сделать хорошо, скини подходит лучше всего. Это то же самое, что и для девушек. На самом деле, даже когда я на кастингах, на агентстве иногда пишут, что лучше надеть. Потому что если это показ, они любят, там, Илья, чтобы было видно ноги, и говорят, либо скини джинсы наденьте, либо юбку. Второй такой лайфхак, это то, что вам нужен монохромный низ. Это имеется в виду, подбирайте обувь в цвет вашего низа. То есть, ну, грубо говоря, если это те же самые черные скини, почему их все так любят? Потому что черная обувь это самая, что ни на есть база. Да. Купите там или черные ботинки, или черные кеды, и обувайте под этот черный низ. Таким образом, вы себя удвините. Это, кстати, для многих наших украинских парней моделей супер лайфхак. Потому что у нас, в наших украинских широтах, не очень распространены высокие парни. То есть, у нас, ну, часто в моделинг приходят парни 180, 183, которым чуть-чуть не хватает пару сантиметров. Вот буквально, ну, был бы он на 2 сантиметра выше, он бы уже там топ-моделью, я не знаю, на показе Луи Витон шагал. Ну, зато все едут в Азию. Да. Азия нас спасет. Это точно. Поэтому, чтобы понравиться скауту или тому, кто присутствует на кастинге, кастинг-менеджеру, одевайте вот этот монохромный низ, если у вас более низкий рост. И таким образом вы уравновесите визуально вот свой рост. И базовая белая футболка без спринта должна быть. Тут тоже надо смотреть, заправляете или не заправляете вы ее вовнутрь. Здесь нужна консультация со стилистом, потому что у нас с вами разный торс, да, у кого-то крупные плечи, у кого-то бока чуть-чуть проблемные, у кого-то грудь ярко выраженная, даже у парней там спортивная фигура и так далее, у кого-то проблемы со спиной. То есть очень много вот этих моментов. И заправлять или не заправлять футболку, это тоже такой момент, знаете ли, тут нужно реально индивидуально с каждым смотреть. И нужны какие-то вещи, которые подчеркивают вашу индивидуальность, да. Потому что база это чисто на кастинг, когда вы приходите, вас там 200 человек, и это реально какой-то коммерческий заказ, и вам нужно просто быть, ну, условно, как все, да, если, ну, просто брать свои фигуры и своим лицом. Но бывают кастинги более артистичные, бывают кастинги, где нужно показать себя, поэтому яркие элементы кардироба должны присутствовать, но тут важный момент, они должны подчеркивать вашу личность. То есть если вы более романтичная натура, значит... Не надо рокерские штуки. Не надо косу, поуберите вообще, чтобы я ее не видел даже, ну, грубо говоря, да. То есть носите какие-то джинсовки, например, сейчас очень популярно вот это вытравление цвета, да, когда его приглушают, это какой-то там серо-мятный оттенок, да, он довольно мужественно смотрится, но при этом вы подчеркиваете свою романтичность. Это какой-то небесно-голубой, вот, пожалуйста, да. То есть смотрите по типажу, если вы более агрессивный, такой напористый, у вас там выступающие скулы, хмурые брови, у вас там пухлые губы, да, тут наоборот. Можете носить, да хоть шипы носите на себе, вы шиты вот эти вот рукава в татухах как будто бы, да, косухи и так далее и тому подобное. Если у вас классический типаж, значит, подчеркиваете это там бежевым гольфиком, синим пиджаком, то есть типаж, да, осознайте свой типаж, посмотрите, как одеваются люди вашего типажа, для этого не надо даже на модели смотреть. Тут, знаете, метод ассоциации работает. Напоминайте вы себе там Дориана Грея, да, там, будьте. Напоминайте вы себе там какого-то секси-боя из подростковой молодежной комедии, будьте. Ну, то есть тут еще вот так можно смотреть. Что бы ты напоследок сказал нашим парням, украинским особенно, которые и хотят, и боятся, что им делать? Хотите, не бойтесь, конечно же, проявляйте себя, будьте собой, никого не боитесь, никого не стесняйтесь и поверьте, понравиться всем абсолютно невозможно, мы все люди живые, у нас своя личность, у нас своя фактура, свой типаж и просто учитесь показывать себя на максимум, будьте яркими и ничего не стесняйтесь. Да, просто не бойтесь, да. Потому что вот эти вот все зажимы, они потом, вы закрываетесь, и тогда вашу внутреннюю вот эту вот ребеночка очень сложно откопать оттуда. Да. Есть такой момент. И будут проблемы с работой потом, и в позировании, и в дефиле, во всем. То есть просто замкнетесь. Да, потому что даже когда вы приходите, большинство из вас боится себя показать, потому что вы будто бы боитесь потерять свою мужественность. Хотя вы парни, вы в любом случае мужественные. Есть такой момент, и просто хочется, чтобы после этого видео парни, особенно которые сейчас себя пробуют в модельном, чтобы они попробовали себя раскрыть и не боялись показать себя с разных сторон. Мода — это искусство, вот не забывайте об этом. Потому что многие дизайнеры, многие стилисты, они все черпают с картин, с музыки. То есть это все искусство. Это не то, что вы нарядитесь там, не знаю, в бразильский какой-то фестиваль, костюм, и пойдете по Сумской у нас вот в центре разгуливать. Нет, то есть понятное дело, что вот есть повседневные одежды, повседневные образы, а есть вот арт, искусство, креативные съемки, и вы можете примерять абсолютно любые образы. Да, просто не бойтесь экспериментировать. Это вам, входит для того, что даже для вашего портфолио, вам самим интересно, вам должно быть экспериментировать и находить что-то новое в себе, открывать новые грани. Так что обязательно займитесь этим на досуге, 100%. Это вам поможет. После нашего видео. Спасибо большое, Дима, что пришел и сегодня нам все тут рассказал. Мне кажется, что парни сегодня будут ликовать, а девочки, я вообще за девочек молчу. Там, наверное, полный восторг сейчас, потому что все так долго ждали. На самом деле, просто парня, модель и еще и стилист очень сложно найти. Это да. Особенно в Харькове. Моя фишечка, что с поделаешь? Да, поэтому не бойтесь, экспериментируйте, оставайтесь с собой, самое главное в любой ситуации. И ну что, скоро Новый год. Готовьтесь. Совсем-совсем скоро. Так что спешу вас поздравить. Возможно, мы с вами даже увидимся с кем-то из вас. Пишите в Инстаграм Диме, я тут оставляю его ссылку на Инстаграм. О, спасибо, Дима. Да, если у вас вдруг есть вопросы по стилистике или в том, как найти свой стиль, или, возможно, какие-то другие вопросы. Даже по модерингу. Да, даже по модерингу, особенно парни. Пожалуйста, обращайтесь, я думаю, что не могу. Да, я обязательно помогу. Пишите, звоните. Всем спасибо за просмотр. Все, всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok